Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 февраля, Евфимий день, назван через преподобного отца Евфимия Великого. Родители его, Павел и Дионисия, христиане, происходили из знатного рода. В течение многих лет они были бесплодны, о чем глубоко скорбели. Когда они в одну из ночей пребывали в усердной молитве, последовало им божественное видение. «Утешьтесь, Бог дарует вам сына, тезаименитого утешителю, потому что при рождении его Бог подаст утешение церквам своим». После этого видения Дионисия зачала сына. Сегодня народ отмечал день зимнего Ефимия, метельного. В это время устанавливалась самая холодная погода за всю зиму. В этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на масленичную неделю. Традиционно на Ефимия устраивались свадьбы. И все потому, что после Ефимия шла масленичная неделя, после чего наступал Великий пост. И если молодые люди не решали сыграть свадьбу до Ефимия, то им приходилось ждать до самой Пасхи. Потом начиналась посевная весенняя и летняя страда. Сбор урожая. В итоге свадьба откладывалась до осени. Приметы. Если на Ефимии зимнего в полдень солнечное тепло к ранней весне. Если сегодня день теплый, метели могут быть в течение всего февраля аж до середины марта. Ветренная погода сегодня в полдень к дождливому лету. Изморозь сегодня к ночным заморозкам. Сегодня нельзя поднимать в земле мелкие деньги. Это к бедности. Все стены, которые снятся на Ефимия, следует толковать наоборот. Я прогуливаюсь вот в этом костюме. Почему я это делаю? Смотрите. Обувь должна быть теплой. Как-никак зима, январь. Сейчас ветерок. Очень хорошо, когда у вас ткань из плащевки. Здесь, видите, такая более тепленькая ткань. А здесь плащевая. Очень хорошо не мерзнут колени. Потому что иногда бывает, что вы прогуляетесь в какой-нибудь такой легкой одежонке, а у вас коленки пристыли. Вот это не должно быть на прогулке. То есть я очень доволен этими брюками, которые сидишь и не все защищают. Здесь также тепленько. Плащевочка. А под ней просто-напросто у меня маечка. Больше я ничего не использую, потому что мне и в этом жарко. Сохраняет тепло. Моя куточка. Хорошая вещь. Ну и, естественно, шапка. Шапка. Ушки закрыты, потому что в ушке бывает надувает. И потом они начинают болеть. Берегите уши. Они стынут медленно, незаметно, но потом болят. Очень даже заметно и неприятно. И, наконец-таки, козырек. Козырек, когда ветер в лицо, вы слегка голову наклоняете и у вас глаза уже ничего не бьет. Ветер. Глаза не слезятся. У многих глаза слезятся именно из-за того, что ветер в лицо. Руки в карманы. И нормально. То есть, вот такую вот одежду я вам рекомендую для прогулок в зимнее время. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте Жития Святых или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться.